Господь говорит, что есть дверь, и многие до него приходили, но есть разбойники. О чем речь? Конечно, сперва Господь говорит о политической ситуации того времени в Израиле. Все ждали Мессию как политического лидера, который придет, организует, соберет, и этих римлян выгонит, и Израиль восторжествует, и как государство. А потом Господь постепенно переходит уже к другой теме духовности. Он говорит, что он дверь, и через него войдут, и выйдут, и пажат, и обрящат. А по благомодрому толкованию святителя Феофана Булгарска, он говорит, вот войдут, выйдут, и это относится к апостолам. Они входили к царям, выходили из царей, а царей невредимы. А вот пажат и обрящат уже относятся ко всем, потому что какая обрящат, что мы можем обрести? Это Царство Небесное, это воскресение из мертвых. Вот сегодняшний день, воскресный день, нам об этом напоминают, о нашей цели, цели христианской жизни. Вот для чего мы подвижаемся, для чего мы совершаем в заповеди Христова стараемся исполнить, чтобы нам иметь надежду на воскресение из мертвых уже в будущем веке, или так называемое паке бытие, когда уже будет жизнь нового века, новая земля, новое небо, на котором воспитает правда. То есть, где исполняются заповеди Божии. Правда – это исполнение заповеди Божии, праведность. Это не газета, а правда, которую когда-то Ленин придумал. Наш народ, не очень предосвещенный, в начале XX века к этому так относился. Вот правда – это не то, что происходит на самом деле, да? А правда – слово праведности. И вот Господь говорит о том, что мы можем в этот Царство Небесное войти только через него. Только крестившись, как вчера мы слышали в Евангелии, да, кто крестится, верует и крестится, спасен будет, а кто не верует и не крестится, будет осужден. Поэтому все люди воскреснут. Хотят они того или не хотят? Родист какая. Конечно. А как? А вот мы как приходим? На что Бог спрашивает? Хотим мы вообще эту жизнь приходить? Ничего подобного. Через родителей. Родители – это орудие Божие. Родители впадают в некое, так сказать, иступление. Они понимают, что делают. Они начинают ребеночка, ребеночек урожается. Они его кормят, одевают. И все. Ребенок входит в эту жизнь. А эта жизнь прекрасна, несмотря на то, что мир лежит во зле. Она прекрасна, если мы живем по Западу. Тогда мы правильно понимаем, откуда зло, что это за зло. И мы никого не осуждаем, как это делается в сети. Поэтому очень важно, братья и сестры, опять я возвращаюсь, еще начал, знать вот эту историческую обстановку, о которой Господь говорит. Тех людей, которые его окружают. Почему он говорит это окружающим? Потому что все ждали Мессию. Почему дети, вообще семьи евреев были многодетные? Все как бы хотели родить Мессию. Особенно те, кто родственники Давида, царя Давида. Это очень важный момент. И Господь говорит, вот вы ждете Мессию. А Мессия этого Он, Христов. Он истинный Мессия. Он ведет в Царство Небесное. Вот этот узкий путь, о котором говорит Господь. И, конечно, вот на этом пути, вот Господь, для того, чтобы человек мог спасаться, задал свою церковь, как мы знаем, в день Пятидесятницы. И в церкви все люди спасающиеся. Ну, все разные дары об этом, посыл Павел пишет. Вот есть дары, люди гениально духовные, к которым относится Николай. Вот он настолько человек, который вместил благодать Святаго Духа, что он в церковь помещен в четверг. В четверг посвящен апостолу. И если мы с вами верные чады, то мы в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу, в субботу читаем, что положенные каноны на этот день. Ну, вообще, если читать все, что положено, вообще замучиваешься и вообще некогда работать. Потому что там очень много чего, да? Виктор меня осуждающий смотрит, я сказал, что некогда работать. Потому что утром встал, надо утренние молитвы прочитать. Потом надо трикофизмы прочитать. Надо Жития святых прочитать. Надо главу Евангелия прочитать. Надо главу апостола прочитать. А если еще духовник строгий, он еще дал тебе поклоны. Дал еще, еще, еще надо это пяти минуты читать. А тут еще жена и дети, и работа, и вообще, и все, ребята, да? Это можно сделать только с помощью Божьей, да? Вот как с помощью Дьи Николая. Вот святые чем от нас отличаются? Что они благодать, которую они получают, хранят и могут это хранить. Мы же, получая благодать, скажем, отчастились, если кто-то сижу, почему, получаем в полноте, в принципе, благодать. Вот мы вышли, пошли в трапезе, на том поговорили, о сём поговорили, телефон открыли, в сеть зашли. И мы смотрим, как благодать уже исчезает потихоньку. Потому что, как мы вчера тоже сочетали, в пятницу, Федор Студит говорит, вера, это в том случае благодать, а может увеличиваться, может уменьшаться. Поэтому ее надо сохранять. Апостол Павел прямо говорит, будем хранить благодать Святаго Духа, чтобы ею служить Богу. Потому что без благодати мы даже в храм не можем прийти. В этом будем молиться Свят Николаю, который побеждает нас в любови, как сказано в Акафисе, очень удачное выражение. Почему он победитель народов? Он народы побеждает в любовь. Вот это самая важная такая память. Чтобы и нам эту любовь иметь, и побеждать в этой любови ближних. Чтобы стараться жить таким образом, чтобы люди захотели быть христианами. Вот мы знаем такие же те святых, когда какой-то святой жил где-то в рабстве, или еще в каком-то русский. Молчал, ничего не говорил, только жил по-христиански. Тогда другой человек подходил и говорил, а я хочу быть таким, как ты. Без всяких слов. Да, поможет нам Господь, молиться Николаю, такую жизнь проводит в праздниках, братья с вами. Спасибо.